Важно отметить, что виртуальные методы, вызванные в конструкторе или деструкторе в соответствующие объекты, ведут себя как невиртуальные. Давайте я проиллюстрирую на следующем примере. Пример очень похож на предыдущий. У нас есть базовый класс Person, класс Teacher, унаследованный от него, и класс Professor, на следующий класс Teacher. И в базовом классе Person определен виртуальный метод Name, возвращающий имя человека. Тут, конечно же, еще должен быть виртуальный деструктор, но будем считать, что он скрывается из-за этого многоточия. Так как метод Name является виртуальным, то его можно переопределить у наследников, и мы сделаем это для класса Professor. Как мы это уже неоднократно делали, мы переопределим метод Name таким образом, чтобы он возвращал имя с приставкой Prof, то есть уважительное обращение к профессору. Теперь мы хотим проверить, действительно ли виртуальные методы ведут себя как невиртуальные в конструкторах и деструкторах. Для этого мы вызовем метод Name внутри конструктора промежуточного класса Teacher. Этот конструктор будет вызван при создании объекта типа Professor, и если мы там вызовем метод Name, то в зависимости от того, выведется имя профессора с приставкой Prof или без приставки Prof, будет понятно, ведет себя метод Name как виртуальный или как невиртуальный. Соответственно, мы создадим переменную типа Professor, при создании объекта типа Professor будет вызван сначала конструктор класса Person, потом конструктор класса Teacher и потом конструктор класса Professor. Точнее, можно сказать, что конструктор класса Professor вызовет конструктор класса Teacher, а конструктор класса Teacher вызовет как конструктор базового класса конструктор класса Professor, но выполняться конструкторы будут именно от самого базового к самому производству. Поэтому при создании объекта типа Professor будет в том числе вызван конструктор класса Teacher, там будет вызван метод Name, и если мы запустим этот код, то окажется, что метод Name, который внутри этого кода вызовется, это будет все-таки метод Name из базового класса. Хотя мы могли бы ожидать, что так как метод Name является виртуальным, то вызовется метод Name из производного класса, то есть метод Name из класса Professor, мы ведь создаем переменную типа Professor, поэтому мы могли бы ожидать, что вызовется именно метод, соответствующий классу Professor, но оказывается, что это не так. Давайте сначала поймем, почему это поведение правильное. Если бы мы разрешили вызывать внутри этого промежуточного класса Teacher в его конструкторе методы, определенные в производном от него классе Professor, тогда внутри этих методов мы могли бы обратиться к неинициализированным данным. Как я сказал, конструкторы вызываются именно в следующем порядке. Сначала вызывается конструктор класса Person, потом конструктор класса Teacher, а потом конструктор класса Professor. То есть в тот момент, когда мы вызываем конструктор класса Teacher, конструктор класса Professor еще не вызывался. А значит, все поля, которые есть в классе Professor, они еще не инициализированы, для них еще не вызваны конструкторы. Поэтому если бы в какой-то из реализации виртуальных методов, определенных в классе Professor, мы бы обращались к полям этого класса, полям этого объекта, тогда мы бы обратились к неинициализированным полям, потому что конструктор для них еще не вызван. Поэтому для того, чтобы избежать обращения к неинициализированным данным, виртуальные методы ведут себя как невиртуальные в конструкторе. Но аналогично это произошло бы в деструкторе. То есть если бы мы в деструкторе промежуточного класса пытались выявить какой-то виртуальный метод, то мы бы пытались обратиться потенциально к данным, которые уже удалены. Так как деструкторы вызываются в обратном порядке, то есть сначала в деструктор класса Professor, потом класса Teacher, и только в конце класса Person, то в тот момент, когда бы мы находились в деструкторе класса Teacher, все данные класса Professor были бы уже уничтожены. Ну, в смысле, те данные, которые определены непосредственно в классе Professor. Поэтому виртуальные методы в конструкторах и в деструкторах должны вести себя как невиртуальные, иначе потенциально мы обратимся к неинициализированным данным. Теперь как это реализовано? На практике оказывается, что реализовано это все очень естественно. Как я говорил, указатель на таблицу виртуальных методов, которые находятся в объекте, он инициализируется в конструкторе. Так как в данном случае при создании класса Professor вызывается три конструктора, то есть сначала вызывается конструктор класса Person, и внутри этого конструктора указатель на таблицу виртуальных методов инициализируется адресом таблицы виртуальных методов соответствующей классу Person. То есть внутри конструктора класса Person указатель на таблицу виртуальных методов объекта, который мы создаем. То есть несмотря на то, что мы создаем объект типа Professor, но в самом начале в конструкторе класса Person этот указатель, который хранится в этом объекте типа Professor, еще не созданном, он указывает на таблицу соответствующую таблицу виртуальных методов класса Person. Потом, когда мы заходим в конструктор класса Teacher, внутри этого конструктора указатель на таблицу виртуальных методов перенаправляется на таблицу виртуальных методов класса Teacher. И, соответственно, все методы, которые мы вызываем внутри конструктора класса Teacher, они ведут себя так, как если бы объект, у которого их вызывают, был бы именно объектом класса Teacher. Ну и последний конструктор, который вызывается, это конструктор класса Professor. Внутри него в самом начале указатель на таблицу виртуальных функций инициализируется адресом таблицы виртуальных функций класса Professor. Соответственно, внутри конструктора класса Professor уже виртуальные функции ведут себя так, как будто бы объект, с которым мы сейчас работаем, это объект типа Professor. Аналогичное происходит в деструкторе. Сначала вызывается деструктор класса Professor. После этого, при переходе от деструктора класса Professor к деструктору класса Teacher, указатель на таблицу виртуальных функций переставляется с адреса таблицы виртуальных функций для профессора переставляется на адрес таблицы виртуальных функций, которые соответствуют классу Teacher. То есть происходит обратное изменение указатель на таблицу виртуальных функций. Ну и после удаления вызова деструктора для класса Teacher, при переходе от деструктора класса Teacher к деструктору класса Person, также указатель на таблицу виртуальных методов переставляется с таблицы виртуальных методов соответствующей классу Teacher на таблицу виртуальных методов соответствующую классу Person. Таким образом, за счет достаточно естественного процесса, для конструкторов это просто естественно, так как я сказал, что в конструкторе именно мы этот адрес инициализируем, для деструктора там приходится дополнительно переставлять, но тоже получается симметрично, то есть мы в конструкторе переставляем с таблиц виртуальных методов для базового класса на производный, а в деструкторе на бар. Получается естественная деятельность, и в результате этого естественного процесса мы получаем то поведение, которое считается правильным, то есть что в конструкторах и деструкторах виртуальные методы ведут себя так, как будто бы они не виртуальны.